Как одеваться на гонку? То есть одеваться на гонку, гонщику, это, можно сказать, целое искусство. Редко бывает такое, что гонка проходит, и старт и финиш, и примерно одна температура. Если ты неправильно оденешься, или ты можешь, так скажем, сгореть, то есть тебе будет до такой степени жарко, и ты не сможешь дышать, или же наоборот, ты можешь замерзнуть. То есть гонщик всегда к этому очень внимательно походит. И само качество одежды должно всегда, то есть надо смотреть, то есть тебе нужно больше сохраняться от ветра, или же от дождя, или же от холода. То есть не так все просто, что все просто взял майку и трусы, и поехал. Еще один важный момент, может, вы и не знаете, что номер гонщика всегда крепится на легкую майку с коротким рукавом. Как у нас говорят, если кто-то прилепит номер на майку с длинным рукавом, или на какую-то габу там, или, то есть, ну, как говорится, это чайники только могут сделать. Вот, то есть всегда номер крепится на майку с коротким рукавом, то есть когда это уже к финишу дело идет, то есть обычно всегда все снимается, потому что там даже если холодно, идет такая теплоотдача, что... Потому как за одну гонку можно одеться, переодеться много раз, у нас в каждой машине лежит машина на каждого гонщика. Мы их называем холодные сумки, английская версия это rainbag, итальянская borsa d'alfredo, то есть это холодная или дождевая сумка, в которой всегда каждый гонщик себе готовит вещи для того, чтобы он по ходу гонки мог переодеться. Вот, очень важно, самое главное, всегда в нижней части сумки лежат запасные туфли, то есть они абсолютно идентичны тем туфлям, которые на ногах у гонщика, вот, то есть это, скажем, как обезаловка, то есть эти туфли они обкатывают, чтобы они были полностью одинаковые, вот, поэтому если в гонке что-то случается, потому что бывают всегда падения, какие-то неприятные, то есть можно поменять просто, как говорится, одну туфлю. Поэтому самое главное в холодной сумке всегда должны быть туфли. Это вот сумка Андрея Зейца, вот видите, здесь она красивая, с флагом, вот, видите, написано Зейц-1, это значит холодная сумка Андрея в первой машине. Такая же точная, только с двоечкой лежит во второй машине. И, естественно, содержимое самой сумки. Мы у Андрея маленько покопаемся, я думаю, он на нас сильно не обидится. Вот. Здесь лежат все необходимые вещи, которые могут пригодиться во время гонки. То есть, это жилетка, жилетка просто теплая, она не дождевая. Вот. Это, это жилетка как раз-таки от ветра. То есть, такие жилетки чаще всего одевают, чтобы просто, так скажем, гонщика не продувала вот именно в части груди. Вот. Это жилетка на случай, чтобы, так скажем, спуститься. То есть, гонщики когда поднимают, они там, естественно, потеют и так далее. Потом эту жилетку быстро одел и тебя не продувает. Естественно, майка с длинным рукавом на случай холода. То есть, если очень сильно холода, обычно всегда одевается майка с коротким рукавом, гоночная, как я говорю, куда крепятся номера. Можно потом одеть майку с длинным рукавом сверху и сверху еще потом куртку дождевую. Вот. Естественно, майка просто еще холодная, говорится, на всякий случай. Вот. Это, как мы их называем, бахилы. По-итальянски это копришкарпе. Вот. То есть, если холодно, дождь, то есть, можно по ходу гонки утеплиться. Ну, и, естественно, тут набор носков. Сейчас вот нет именно куртки. Почему? Потому что сегодня ехали 90 километров под дождем и гонщики сегодня одевались, переодевались по нескольку раз. Вот. И это сейчас все в стирке, но завтра утром это, опять же, все будет аккуратно очень уложено. Вся одежда фирмы Джордана. Это фирма с длинной историей. Поэтому вещи велосипедные, спортивные они делают, умеют. Я думаю, они из самых лучших, которые есть на сегодняшний день. То есть, стараемся всегда вместе следить за всеми новыми технологиями. Вот. Потому что сам материал, как пошито, любая модель и так далее. То есть, это все играет роль. Вот. Поэтому мы очень довольны этой одеждой. И я думаю, он тоже очень доволен командой. Ну что, на сегодня все. Я думаю, вам было интересно. Вот. И постараемся вам еще что-нибудь рассказать из жизни профессиональных гонщиков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова